Добрый вечер! 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 был выбор такой у спортсменов или участвовать в определенный чемпионат участия давалось возможность в всемирных играх кочевников или на чемпионатах мира. Вот эти ребята наши, которые прошли, они все прошли на всемирные игры кочевников. Есть также у нас и девушки, которые прошли именно на чемпионаты мира, которые будут немного позже. Почему так мало наших участников? Такой вопрос у меня возникает. Значит, у нас на сегодняшний день подготовка наших спортсменов такая. Хотя, в принципе, перспективы есть. Но, понимаете, выбирались только первые номера. Первые номера страны. Поэтому у нас есть много призеров. Серебряные призеры, бронзовые призеры. Но, видать, этого недостаточно. Вот сейчас кандидаты все, вернее, уже участники сборной, они где? Они уже определены. Они проходят сборы, подготовка идет у них, каждодневные сборы. Практически на протяжении, вот до начала соревнований они будут готовиться. То есть, их уже вызвали, они готовятся? Нет. Нет, их, ну, видите, та же игра, то с Хумалак, можно играть и онлайн. То есть, здесь зависимости уже от вида спорта? В зависимости от вида спорта, да. Если бы это был бы Хазах Куресе или Аударас Пах, то тогда бы, конечно, им нужно было бы сидеть на сборах в определенном месте, именно где проходят соревнования, чтобы адаптироваться и принимать участие, достойно выступить. Какую помощь оказываете вы сейчас как Ордкомитет, как Управление спорта именно нашим участникам? Ну, во-первых, до того, как они туда попали, мы их выделялись финансовые средства на учебно-тренировочные сборы, а также на участие. В участие входит это и их проезд, и перелет, питание, проживание и так далее. Полностью на обеспечение областного бюджета. То есть полностью идет, да? Да, да. Там проблем нет. А какая форма будет у участников? Насчет формы не могу сказать, потому что это сборная Казахстана, это не сборная области, поэтому, если честно, даже форму не видел. Сейчас, да, идет пошив не только для участников, у нас еще там несколько будет уровней формы, например, это Оргкомитет, судьи, участники. Потом у нас здесь еще будут представлять нашу область Ельше, наши представители области, в которые будут входить различные люди. Это и с области науки, с культуры, спортсмены, выдающиеся наши по нескольким видам спорта, ахсахалы, журналисты, видеооператоры. И хранителем как бы сам во главе будет идти наш Батыр. Уже есть кто это будет? Да, эти люди уже определены, поэтому планируется 30 августа во всех регионах страны запустить, знаете, как есть в Олимпийском, в Олимпийских играх, когда зажигает Олимпийский огонь, здесь немножко... Эстафета Олимпийского огня. Да, да, эстафета Олимпийского огня. Эстафета Азиатского огня была, да? Азиатских игр, то есть... Здесь немножко формат меняется. Разрешено, чтобы вместо огня было что-то другое, или какой-то артефакт и так далее, да? Но здесь вся жизнь кочевников, мне кажется, зависела в большей степени от воды. Поэтому у нас... Именно вот пятых, да? Или всех? Нет, всех-всех игр, да. Всех игр. А сейчас у нас в Казахстане вот 17 регионов, в областях и трех городах будут стартовать эстафеты воды, будут производиться забор воды в различных источниках. У нас мы, например, предложили сделать забор воды на роднике на озере Туревер Байановского района. Там у нас будет забор воды, мы, это все будет театрализовано, ну, сценически спланировано. Набирают воду наши Ельши и отправляются в путь. В путь отправляются, но 30-го... Это планируем числа 28-го августа. 30-го августа, я не знаю, как будет еще, сценарий еще утверждается, может, это будет по улицам или на набережной в день проведения Дня Конституции. Будет театрализованное представление, где наша область будет провожать наших Ельши уже в путь, да. Где они должны оказаться уже 7-го сентября для театрализованного представления. 8-го у нас будет открытие Всемирных Играх Кочевников. Видите, по открытию, по самому проведению и так далее, да, у нас специально у правительства была создана дирекция, дирекция Всемирных Играх Кочевников, которая сейчас вот конкретно, ну, занимается и разрабатывает те же сценарии, концертные программы, какие допустят, какие нет и так далее. Поэтому даже наши артисты, вот сейчас, которые готовятся, да, у них репертуар-то очень большой, но что пройдет и какие номера утвердят, мы еще до конца не знаем. Но старт будет дан 30-го августа. 30-го августа со всех регионов, да. Это караван единства, да? Да, здесь у нас будет такой сосуд, он, ну, торсок, в него будет наливаться вода, и когда 8-го числа на открытии будет установлен тайхазан. В этот тайхазан вот эти все 20 торсиков сольются едино, и будет на всем протяжении Всемирных Играх Кочайников этот тайхазан будет работать, он будет, я даже, ну, пока представления не имею, но имелось в виду, что он все время там будет бить ключ, то есть, может, она будет фонтаном идти, или как, но при этом это будет, это вот как, если у нас в Олимпийских Играх горит огонь, то здесь будет биться вода. Все время циркулировать вода будет, как символ единства всех. Да, и символ единства, и символ того, что сейчас это именно проведение, что это живет вода, она как бы живая вода. Ну, и обратить внимание вообще на проблему воды и окружающей среды, видимо? Возможно, это и тоже. По окончании вода останавливается, также оттуда делается забор воды и передается в следующей стране, где будут проводиться следующие мероприятия. Это своеобразная такая будет эстафета, да? Тоже традиция уже, да, получается, со всеми мероприятиями. Назовите имя Батыра, кто понесет воду? Ну, Батыр наш очень известный. В прошлом году он занял третье место на Казахстан-Бараса, Мухтар-Далеханула. Он, да, у нас будет в качестве хранителя воды, в качестве знаменосец, ну, не знаменосец, но он будет первым идти с этим торсоком, который, караван вот этот, который будет... В общем, главный Павлодарский пассажер. В основном, да, можно так сказать. Вообще делегация большая, кто поедет сопровождать? Нет, делегация небольшая, но у нас, видите, в юрточном городке будут установлены юрты, от каждого региона по три юрты. Поэтому, чтобы наполнить эти юрты, чтобы рассказать о нашем регионе, продемонстрировать, ну, сделать видеоролик и сопроводить его и так далее. Вот только такие моменты. Я не знаю, ну, наверное, человек 20 поедет от нашей области, которые будут технически выполнять или помогать там убирать. Потому что одна юрта у нас будет, где будут давать АС, ну, в национальном виде, потому что гости, которые будут приходить, они должны попробовать именно... Именно что-то вот Павлодарское такое. Еду, да. Еду в национальном стиле от Павлодарской области, да. Далее у нас одна юрта будет представлена туристический потенциал весь наш. То, что у нас имеется и так далее. У нас много что есть рассказать, поэтому мы готовим пока эту программу, сами программки о нашем регионе, видеоролик готовим. Также планируем, чтобы все сопровождалось гидами. Гиды будут рассказывать о нашем регионе на трех языках. На русском, на английском и, самое главное, на нашем государственном языке. Слово, программа будет такая обширная, разносторонняя. Да. Потом из числа Ельши они каждый день будут где-то участвовать. Где-то участвовать в каких-то телепередачах или там уже на всемирных играх кочевников в качестве... То есть у них особая миссия? Да, особая миссия. Миссия заключается не только там, но и по приезду, когда они уже приедут, это останется у нас в истории, впервые, что проводится, они разъедутся по нашим городам, районам, где, в принципе, тоже могут рассказать, как это все было, поделиться впечатлениями. То есть пропагандировать, рассказать, ну и как бы, чтобы у всех какая-то была информация. Ну вот сейчас читаю, что, в принципе, все поводарцы же могут купить билеты и поехать и стать... Да, конечно, без проблем. Стать зрителями, болельщиками? В принципе, весь Казахстан собирается так сделать. Ну, смотря из вот 21 видов спорта, кто чем будет интересоваться, если любители борьбы, это они отдельно поедут, любители бойги, тоже поедут. каждый выберет то, что ему по душе. Ну, Абач, ну вот, очень жаль, конечно, что у нас всего пятеро будет поводарцев на всеминых играх. Вот почему, так скажем, ну как, тяжело развиваются национальные виды спорта у нас в области? Нет, они развиваются, но, видите, спортивный принцип, он такой... Выигрывая сильнейший, да? У нас, например, когда мы планировали, мы думали, что человек 20 поедет у нас. Ну, всего 5 человек отобрался. Потому что у спортсменов где-то нервы, где-то, ну, есть слово такое, есть такое везение, есть мастерство. Вот, может быть, где-то, где было мастерство, там везения не хватило. Но в чем у нас, в каких видах спорта национальных были шансы попасть? Ну, у нас девушки по Товас-Хамалах также должны были поучаствовать. По Казак-Куресе тоже, Мухтар, этот, тоже думал, думали поучаствовать. да, шансы? Да, и Аудар-Спах. Сейчас очень много еще вот таких редких, новых видов национальных появилось вообще. Вот, особенно на юге у нас развивается. Аудар-Спахстан. Вот, например, вот я прочитала такие, как Жада. Жамба-Ату, это достаточно популярный вид, и он у нас уже давно. Есть у нас Садах-Ату, это стрельба из лука, они стоят на месте. Также Жамба-Ату, это стрельба из лука в движении на лошади. У нас развивается этот вид спорта? Да, конечно, у нас есть спортсмены, которые представляют нашу область. В каких районах у нас есть? Нет, они здесь в городе Павлодали. Вообще, это выходцы, по идее, с районов. Майский район, Байна-Умский район. И традиционно развиты, да, эти спорты? Видите, одного, что стрелять из лука, этого недостаточно. Нужно хорошо сидеть на седле, то есть, хорошо управлять лошадью, потому что, когда стреляешь, отпускаешь поводья, ты доверяешь лошади, чтобы она тебя именно, ну, как бы, везла ровно, по линии, и, не отвлекаясь на это, в это же время стрелять еще в мишень. Иван Абадович, вот уже стартовала Олимпиада, тоже еще большой праздник спорта. Мы знаем, что у нас представитель там наша Ольга Сафронова. Когда она будет выступать? Когда смотреть, когда болеть? Так, ну, по времени, как в расписании мы еще попозже скажем, а так, 4 августа предварительный забег на 200 метров Оля будет представлять наш Казахстан. На открытии, как вы знаете, если нет, то она будет у нас знаменосцей. она знаменосец команды. Да. Кто еще из поводарцев будет на Олимпиаде? Вообще, кто там? Ну, из участников это все. Также у нас представляет сборную команды Казахстана по боксу это Храбаев Марат, он у нас воспитанник нашей школы бокса. Также сейчас тренирует молодых ребят, в основном девушек, и теперь сейчас его представили как тренером по боксу от сборной Казахстана. Также у нас есть еще один представитель по баскетболу, но он будет принимать участие в Олимпийских играх в качестве судьи. Это Михеев Евгений, судья международной категории. Он входит в восьмерку мировых судей, в четверку лучших азиатских судей, поэтому ему также посчастливится и он будет представлять ну как бы судьи они никого не представляют, но то, что есть такой у нас воспитанник с Павадара, нам тоже очень это радно. Да, гордость берется таких земляков. Иван Абаяч, я благодарю вас за уделенное время, побед нашим спортсменам. Наш эфир подошел к концу, встретимся на телеканале иертус.